Вот эти вот упражнения считаются подводящими упражнениями, вот именно уже готовят они к спаррингу и боям. То есть, когда вы уже в перчатках, это уже сигнал того, что повышенное внимание у вас. Упражнения, которые были разработаны, это, наверное, конец 60-х годов, ну, по крайней мере, они уже были точно утверждены. Потому что широкое распространение им было, и как бы делали их везде, эти упражнения. Считаются подводящими к спаррингу, потому что очень сложно. То есть, в советское время, ну, вообще, как бы мальчишки умели драться, и как бы было проще пояснять. Сейчас гораздо сложнее объяснить, потому что на улицах не дерутся. А если дерутся, то, как правило, ну, недолго подрался от тюрьма. Поэтому, парни, вот смотрите, там, где идет контакт, вы дозируете уже силу. То есть, первое упражнение мой тренер называл, как боксеры здороваются. Ну, давай. Вот. Здесь у вас тоже, вы можете выбирать дистанцию, работайте перчатка в перчатку. Тут можно, как бы, маневрировать отчасти. Ты можешь, как бы, видишь, своей дистанцией удара, можешь ее сокращать и удлинять. Здесь очень много факторов таких зрительных. Вот, надо удлиниться, шаг назад, надо подойти, шаг вперед. Пробуешь со стороны, со стороны, со стороны. Не надо делать сначала быстро, надо сначала научиться делать его медленно. Во. Еще один момент. Когда ты бьешь, старайся так, чтобы у тебя рука одна прикрывала. То есть, ты, как бы, ну, пока ты бьешь, вообще считается, что ты уязвим. Уязвим. Открываешься. Это единственное, когда вот боксер открывается, когда он бьет. На самом деле, на самом деле. Вот на меня смотри. Вот я начинаю бить. То есть, из-за того, что вот система так работает, что когда я начинаю вытаскивать удар, у меня плечо подходит. И ручка, она, как бы, вдоль моего, ну, на уровне моего зрения. То есть, я, как бы, ну, сквозь зрение бью. Понимаешь? И вот пока у тебя рука идет, она тебя защищает. Ни в коем случае оставлять руку нельзя. То есть, бам, ее оставил. Сразу прилетит. То есть, как пришла, так и ушла. И пока ты бьешь, то есть, в оригинале это так быстро происходит, что уже нету шансов у тебя даже отбить руку. Особенно в начале бою скорости очень большие. Ну, попробуй ее отбей. Попробуй. Да нет, то бьешь. Поэтому начинаете сначала мять прямой удар. И так боксеры здороваются. Поехали. Вот, начинаете потихонечку. Старайся не промазывать. Вот это первые твои прицелы. Когда ты работаешь по-живому, у тебя мозг столько сейчас изобретений делает. Во, где-то поддавил, где-то отошел. Поменяй стоечку. Попробуй быть другим. Во, погибче, погибче. Стоп. Парни, вы как роботы. Бам-бам-бам-бам. Расслабься. Попробуй это делать легко. Оно легко делается, это упражнение. Раз-раз. Вот ты раскидываешь ручки. Во, во, видишь, легко делается. Во, следи, следи. Во. Видишь? Все просто. Поехали. Хорошо. Стоп. Теперь смотри, Ром. Ты бьешь двумя руками, ты отбиваешь две его руки. Одной. 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 Теперь второй. Во. Во. И следишь за ним. Во. Во. И расслабься. Не надо, тут никаких напряжений нет. Еще до боя, еще километр. Поехали. Во. Постоянно, постоянно. Во. Не спотыкайся. Спокойно иди. Как в обычной жизни иди. В бою ты все равно ничего этого усложненного и не вспомнишь. Интуитивно уйдешь от всех лишних вещей, которые тебя утомляют. Достаточно. Ну и что, усложним. Поехали, давай боковой удар. Во. Разведи ручки. То есть у тебя не надо, чтобы они вот так были. Разведи их. Во. Во. Чуть-чуть повыше. 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 Во. На уровне головы. Во. Можно побыстрее. Во. Не отступай. Ну и что я опять, видишь, скукура. Расслабься. И смотри, как идет мой удар. Твоя задача. Это внимание, еще раз говорю. Ну, давай. Во. Во. И поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, 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 раз. Раз. Четко, четко. Во. Во. Ну, здесь есть один момент. Надо было просто показать. Кисть держи четко. Четко прямо саму кисть. Не вот этот вот угол. Кисть держи. Потому что, еще раз говорю, когда ты в голову бьешь, голова, она, ну, идеальна, конечно, в своих пропорциях. Но, тем не менее, то есть, чуть-чуть-то и кулак не довернешь, будет травма. Вроде ударил хорошо и все. А один раз, может быть, недостаточно. Итак, приготовились боковые удары. Удар в удар. Это упражнение, ну, как бы оно на месте отрабатывается. Единственное, вы, как бы, можете ходить, ну, либо по кругу, либо, как бы, чуть-чуть по сторонам. Вот, теперь остановитесь на месте. И почетче, почетче. То есть, здесь уже можно разогнать скорость. Остановка. Повыше, повыше, ром, повыше. Вот, теперь смотри, ручку разверни. Вот так. Во, во. Ну, типа корпус. Голова. Голова. Корпус. Корпус. Голова. Голова. Корпус. Корпус. Голова. Голова. Корпус. Корпус. Видишь, у тебя рука отстает. Она у тебя не бьет вверх. Она у тебя бьет где-то здесь. По линии плеча. Чуть-чуть измени ее. Видишь, где ты не дожимаешь. Во. У тебя вообще как одно целое. Во. И не надо локтем нырять вверх. Во. Сильнее. Сильнее. Вынеси его. Иначе, ну, рука разлетится вся. Во. Во. Чувствуешь вот эту вот жесткость? Движение, потому что правильно. Во, вторая. Сразу видишь, у тебя ошибка. Зачем ты вот так сделал? Расслабь руку. Вот движение, вот. Простое, обычное, физкультурное. Я тебе говорю, ты вот этих вот усложнений в бою не вспомнишь. Почему? Потому что, ну, сейчас, они как, как это сказать? Ну, как лишнее. То есть, это вот, ну, надо вот именно от всей вот этой шелухи очиститься. То, что тебе не нужно, надо все забыть. Тебе надо только нужные вещи. Нужная вещь, вот она, легко идет, спокойно. Плечо выдвигается в нужный момент. Выше, выше. Не локоть выше. Сам кулак выше. Во. Видишь, вот он. Как ты еще? И момент, смотри, видишь, ты выпрыгиваешь. А тебе надо просто вращать. Вот, вращать. Во. 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 Старайся локоть удержать. Вместе с кулаком. У тебя направление, вот оно. И если ты его будешь вот здесь вот играть, да, можно играть. Это даже нужно играть, потому что у тебя и отсюда может, и отсюда может зайти удар. Но в данном случае у тебя четко, вот, движение, самое простое движение. Во, вторая. Во. Во. Вторая. Во, потихоньку. Видишь, ты опять руки сюда свел. Вот сюда, посмелее. Во. Повыше, повыше. Хорошо, Леша, лучше получается. Стоп. Есть еще такая штука. Поехали. Раз, два, три, четыре. 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 Тоже, ну, хорошая вещь, как привыкание. Здесь уже элемент как бы боевой, ударный. И защитная вплетается. Поехали. Алексей. Да. Раз, два, кулак, кулак. Не, только ты накидываешь. Ногу выключи. Старайся на руках это сделать. Вот и уже более-менее понимаешь, что такое лапы, да? Где ты отбиваешь, где защищаешь. Бьешь всегда прямой, прямой, прямой. Раз, два, три, четыре. 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 Набиваешь, накидываешь ему всегда. вслепую пофигу ты сейчас работаешь на его ловкость но ты точишь свой удар каждое твое движение она в голове как бы ну что-то должно тебе открывать что-то закрывать что-то пересматривать что-то улучшать итак поехали начинаешь подставлять в попробуй с одним локтем стоп 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 и 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 все просто вот попадая попадай стоп вот видите как много вещей которые надо от репетировать вот стабилизировать потому что то что видит ваши глаза это как мозг это анализирует с первого раза ну дай бог что вообще поймешь о чем это потому что в бою ты вот этой дистанции ты играешь сейчас я его подпущу вот именно для этого и он начинает делать движение ты остаешься на месте то есть тебе не надо оттягиваться почему потому что сто процентов должен сохранить свою дистанцию для удара поэтому вот такие вот букетные вот но упражнения не были придуманы сейчас смотрите мы объединяем 1 2 3 4 и сбоку 1 2 3 4 1 2 3 4 раз два три 4 выносишь выносишь лишь упражнения простые а сколько ошибок допускается да вот поэтому и есть тренировочный процесс то есть пока ты все вот иди вот ну в общем сложности выведешь потом но объяснить да покажи покажи пожалуйста прием да как я тебе покажу прямо сяну ты элементарного то есть но вот этого соотношения не понимаешь вот приемы они строятся вот из таких вот упражнений здесь так отбил здесь ты можешь сбить удар правильно ты можешь удар избивать в но лишь можешь сбивать удар может делать это 1 до где-то локтем где-то рукой раз два три раз два три раз два три поп видишь как все просто вот эти вот вещи они очень тонкая тон тонкой настройки без тренера вы их не поставите здесь еще раз говорю глаза должны быть настолько ну как это сказать умного зрения такого точного точного вот если не показать их если не рассказать если не попробовать ну процесс тренировочный удлиняется ну что сам ты до этого не дойдешь накидываешь снизу 1 2 накидываешь накидываешь в ручку вот так вот еще раз не спеши не спеши а и здесь ты начинаешь просто ходить двигаться не надо пока вот эти вот шахматы ногами еще раз говорю пока у вас не устаканится вот этого дистанция которая не опасные которые очень опасны и пока вы ее не отобьете все вот эти вот правильные передвижения ногами ну как бы это совсем другая репетиция и снизу накидываешь но сильнее может быстрее в одна из самых эффективных защит от удара снизу это просто ее накладочкой раз и встретил ручку в себе стоп-стоп правильное положение еще раз говорю вот и прямо ладошкой отбиваешь по-другому можешь по-другому попробовать можешь ее молотком отбивать если хочешь и так и так будет правильно но ладошкой ты ее можешь удержать поехали двигайся не разгоняйся не разгоняйся тут четкость нужно лишь ты чтоб ты удар свой неправильно делаешь то есть ты ручку вот под таким градусом держишь а тебе надо развернуть ее и развернуть ее все не вот эта часть у тебя бьет а вот эта часть у тебя бьет вот у тебя идет удар вот он вот он видишь вторую поставь вот эту вот он вот он вот и где рулишь вот здесь не вот здесь это такое и и папа под себя подводи под линию удара тогда будет смысл ее делать вот давай лишь кидаешь по движение всегда сильная если не знаешь чем подрулить рули бедрами приготовились поехали сильнее 2 двигайся потихоньку потихоньку двигайся достаточно мы на этом пока закончим на будущую как анонс скажу парни что мы будем продолжать снимать похожие подводящие упражнения их очень много и ну режим и характер у них тоже меняется то есть если в начале вот когда вы просто знакомитесь с упражнением то там одна стратегия а когда вы уже пытаетесь из этого упражнения вывести какую-то небольшую формулу например для какой-то серии это уже другая работа вот это вот начальные упражнения самые самые простые но именно в них и закладывается ну как говорят прием поэтому наблюдайте следите за нами мы обязательно все покажем